Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу, Богу и Спасителю, Иисусу Христу, Искупителю рода человеческого! Он, Иисус Христос, Господь наш, Царь наш, Бог наш, Он есть свет к просвещению всех народов, как написано о Нем в Евангелии от Туки, и Он есть слава народу своего Израиля! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, приветствую всех вас я из России, с города Тулы, и я буду проповедовать в этом замечательном городе, я приглашаю всех вас на удивительное богослужение, которое будет проходить здесь, в городе Тула, в среду, 21 марта, по адресу город Тула, проспект Ленина, дом 87. Это центральный стадион города, здание Манежа, и начало будет проходить в 19.00. Я вижу здесь еще и в информации написано, что это третий этаж здания Манежа, начало в 19.00. С 18.00 я буду общаться с христианами, с теми, кто хочет, чтобы за него отдельно помолились, консультировать буду людей, жить, если вы проживаете в городе Тула, или вы здесь в гостях, вы находитесь сейчас, то, пожалуйста, не пропустите это богослужение, 21 марта, в среду вечером, в 19.00. С 19.00 до 21.00 наше время там будет. Это церковь Краеугольный Камень, пастор Сергей Галкин. Для более подробной информации вы можете звонить непосредственно пастору Сергею. Я даю сейчас телефон, диктую, в России. Телефон следующий. Плюс 7, или же восьмерка. Плюс 7 это код России. Дальше. 915. Значит, 8-915-681-06-82. Я повторяю телефон. Номер телефона для контакта. 8, или же плюс 7. Потом 915-681-06-82. Пастор Сергей Галкин. Церковь Краеугольный Камень. Здесь, в городе Тула, проводят очень важную работу, очень такую потрясающую работу. Работа с наркозависимыми, наркозависимыми, алкозависимыми, центром реабилитации, адаптации. И молитва за, происходит здесь, за освобождение людей от греха, от наркотиков, алкоголя, блуда. Молитва за освобождение от бесов и исцеление больных, исцеление от СПИДа, исцеление от других, заболеваний, многие из которых не поддаются, в общем-то, лечению, медицины. Но Господу Богу Всемогущему все под силам. Наш Бог, Он, великий Бог. Наш Бог, Всемогущий Бог. Слава Ему за все. Слава Иисусу Христу. И, дорогие друзья, здесь, в городе Тула, в городе Туле, известном городе, не только пряниками, самоварами, Львом Николаевичем Толстым, Ясной Поляной, или чем-то еще, скажу, что даже в большей степени город Тулы, наверное, известен вам, дорогие друзья, как город, такой довольно милитаристский, город оружия, город оружейного завода, известнейшего в России, наверное, наряду с ижевским заводом оружейным. Так вот, многие, думаю, из вас знакомы с оружием тульским. И, в общем-то, на сегодняшний день город продолжает вооружать, фактически, мир, кузница оружия здесь по-прежнему. Но, есть такая молитва сейчас в сердце у меня, и я буду молиться этой молитвой в среду, 21 марта, чтобы здесь, в Туле, была кузница духовного оружия против, не человеков, не против людей, но против князей, господствующих воздухе, против духовпротивления, против, на самом деле, против дьявола и всех его бесов. Здесь есть христиане, здесь довольно много верующих. Конечно, не так много, как хотелось бы, но в Туле довольно много верующих. Христиане разных динаминаций, конфессий. Здесь православные христиане, бавтистские верующие, пятидесятники, пресвятыриане, католики. Разные христиане здесь собираются в разных домах, молитвенных костелах, храмах, церквях и в здания церковных, и я имел честь проводить здесь уже неоднократно служение в Пресвятарианской местной церкви Тульской. Я проводил евангельские чтения несколько лет назад, и это были такие довольно успешные чтения, потому что приходили христиане как православные, так и других динаминаций, конфессий, это очень важно. Здесь, в городе Тула, в Туле, я намереваюсь также продолжить семинар свой, именно по истории христианства. Возможно, это будет также на базе церкви Краеугольный Камень. Я дам более, ну, попозже дам более подробное объявление об этом, когда будет ясно с помещением, с местом проведения, со временем проведения этого семинара. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья. Те из вас, что не могут быть 21 марта здесь, в Туле, поддержите молитвы, пожалуйста. Мы молились в эти дни за Израиль здесь, в Туле, в России. В Москве молились за Израиль, молились против антисемитизма, расизма и против безбожия, этого будем договорить, коммунизма. И вы знаете, друзья мои, против фашизма. И скажу, что 21 марта я намереваюсь как раз тему Израиля и церкви вновь поднимать. Это очень важная тема. И потому, скажу, это очень стратегическое такое служение, будет важное служение. Я прошу вас отнестись к этому очень внимательно. И также те из вас, что не могут быть в Туле в эти дни, 21 марта непосредственно, то вы можете через запись это все просмотреть и поучаствовать в этом служении, как бы после уже этого служения. Если позволят технически все, если будет достаточно быстрый интернет там, проведение богослужений в Манеже, на центральном стадионе города Тулы, то тогда будет и прямая трансляция. Чуть позже я дам объявление об этом. Но запись по-любому будет делаться. И я думаю, что многие из вас могут посмотреть это. Пусть Бог благоставит вас. Молитесь за Тулу, молитесь за реформацию православной церкви и мирового христианства. Молитесь за Израиль и еврейский народ. Благоставляйте. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Шалом. Мир вам. С Богом.